Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу, как на изображении можно легко и просто поменять цвет фона. Причем цвет можно будет выбирать любой. Данный пример, конечно же, относится только к тем фонам, которые имеют однородный цвет. Если фон у вас, например, какой-то город, либо лес, это уже другая история. Именно про однородный цвет я веду речь. И, значит, фон мы сможем менять с учетом теней. На первом шаге давайте мы выберем операцию автоматических выделений, которая называется выделение объекта. Вот она. И просто нажмем кнопочку в настройках данного инструмента выделить предмет. Продолжаем какое-то время и обратите внимание, инструмент отработал в принципе хорошо. Вот если ты руку маленько не дохватил, то мы это сейчас поправим, как и многие другие моменты. И смотрите, после того, как выделение у нас произошло, я даже не буду уточнять края выделений. Здесь довольно-таки все точно получилось. Я применяю корректирующий инструмент цвет. Давайте выберем, например, красный. Как раз этот цвет и будет у нас, этот слой служить тем фоном меняющимся, который мы будем использовать для нашей фотографии. Теперь давайте уточним маску. Здесь видите, сережка попала, здесь рука не до конца выделилась. Как мы это сделаем? В принципе, очень легко и просто. Давайте я приближу вот эту вот часть изображения. Возьму обычную кисточку. Соответственно, я должен взять белую кисточку, чтобы по маске рисуя я закрывал красным цветом вот эту часть руки. Жесткость я возьму 95%, чтобы края немного такие вот мягкие были. Непрозрачный 100, нажим 100. Давайте еще приближу. Размер кисточки я буду менять на клавиатуре. И вот так вот я, собственно говоря, докрашиваю. Я нажимаю клавишу Shift и с клавишей Shift веду, значит, где-то с Shift, где-то без Shift, по краю руки, значит, кистью, для того, чтобы края были ровные. Вот так вот. Здесь я Shift отпускаю. Ну, как закрашивать, наверное, вы уже процедуру эту знаете. Так, ну, я все моменты подправлять не буду. Здесь их, возможно, очень много быть, да? Вот видите, вот здесь можно все поправить. Вот здесь воротник тоже забрать. Вот, иначе он будет на себя отбрасывать фон, да? Вот эту вот сережку здесь тоже закрасить. Можно вот так вот маленько уменьшить, увеличить. Ну, мы видим, что здесь тоже по краю можно пройти, но вы уже знаете, что, в принципе, что здесь делать, поэтому я особо здесь заморачиваться не буду. Я просто сейчас быстренько покажу, какие процедуры у нас идут следом за тем, как мы вот эти вот края все уточним. Вот, понятное дело, что их тут можно уточнять очень долго. Ну, хотя, в принципе, знаете, все здесь у нас нормально получилось и так. Ну, может быть, вот здесь вот еще чуть-чуть. Так, теперь, после того, как у нас, собственно говоря, выделение произошло, кстати, видите, тень-то в области выделения не попала. Но, тем не менее, я снова иду на маску и нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-I. То есть, делаю инверсию маски, мы видим, наша дама, она у нас, собственно говоря, на красном фоне. Теперь, что я делаю? Смотрите, я вот это целой. Сейчас магия будет, да? Ну, собственно, я никакой магии здесь нет, да, обычная техника, но тем не менее. И я смешиваю этот слой в режиме умножения. И когда я смешиваю цвет в режиме умножения, обратите внимание, тень у нас проявилась. И теперь мы просто можем взять и поменять на любой, значит, цвет, какой мы хотим. И смотрите, у нас все это меняется с учетом теней и довольно-таки точно все это происходит. Видите, как легко и просто все это делается, да? Так мы можем менять легко фон. Ну, может быть, вот здесь вот надо кисточкой доработать. Видите, здесь белая область осталась с предыдущего слоя. Ну, я думаю, уже вы это сможете сделать самостоятельно. Надеюсь, вам вот этот вот пример понравился. Ну, в том плане, как происходит смена цвета быстро и эффективно, да? Вот так вот легко и просто можно менять цвет фона. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.